Хирургия средостения Хирургия средостения Построенный по эмбриологическому принципу Дает представление об объеме дифферентально-генетического поиска При общем диагнозе опухоли средостения Объемные процессы, эмигрирующие в средостение Из соседних антомических структур Из брюшной полости Грыжи, маргнини, паразвагиальные грыжи Пепдокисты, шея Экстопические расположенные доли щитной железы И в том числе эмиграция в средостение при зобе Церевико-медиастинальная кистозная гигрома Новообразование из грудной стенки и позвоночника Саркома грудины, хондрома или хондросаркома ребра Хондрома позвонка Паравертебральный абсцесс Суберкулез Новообразование из ткани легкого Первичная брасногенная карцинома Расположение с поражением средостения Междуревая секвестрация Тоже требуется хирургического лечения Не могу не вспомнить случай За который мы получили премию призвания Это больной 32 лет Которого мне показали в городе Сочи Он лежал обездвижен И ему поставили диагноз Рак легкого с метастанами в позвоночнике Когда мы сделали Тогда не было никаких компьютерных томографов Мы сделали линейную томографию И увидели, что у него туберкулез легких С разрушением тел четырех грудных позвонков И это настаивало на день И ему поставили такой диагноз Мы его взяли в свою клинику в Краснодаре Пролечили И сделали одномоментную операцию Из правого бокового доступа Убрали четыре позвонка С пластикой В то время не было никаких металлоконструкций Это было ребро на ножке И верхнюю лобоктомию Он ходит, живет До сих пор уже прошло больше 30 лет И все же именно локализация процесса Определяет хирургические решения Традиционная схема деления На четыре отдела Верхний отдел Загрудинный зоб Тимома Киста Тимуса Передний отдел Тимома Лимфомы Гермионогенные опухоли Кисты Тимуса Средний отдел Пронхогенные кисты Лимфодонофотии Средостения Кисты Перикарда Задний отдел Нерогенные опухоли Костные астрофиты Энтерогенные Леомиомы Краткая эпидемиология На образование средостения В структуре онкологических заболеваний 3,7% Опухоли Переречной локализации Лимфомы 55% Гермионогенные опухоли 16% Тимома 14% Сорковым 5% Нерогенные опухоли 3% Закачественные опухоли От 25 до 49% Средний возраст пациентов 30-50 лет По данным справочных материалов Докладу главного Нештатного Специалиста Яблонского Петра Казимировича Среднее Ежегодное количество Операций на средостении Российской Федерации В 13-м году 850 В 14-м 1339 Всего 1536 операций В Краснодарском крае За 7 лет Выполнено 3400 операций 12,8% Из общего числа Какие задачи стоят Перед хирургом На образование средостения Носит первичный Вторичный характер Или мигрированный Соседних Антомических Областей Нужна только Верификация Процесса Удаление опухоли Резиктабельная ли опухоль Выбор и минимизация Хирургического доступа Есть ли признаки Педологический диагноз 90-95 Инологический диагноз Извазивные методы диагностики Транспронхиальная Транспищеводная Биопсия Лимфоузлов Под УЗИ-контролем Биопсия Наз 정 안에 Наз чуток Лимфоузлов И глава Аспертонная Открытая Транспронхиальная Глава Биопсия Под контролем КТ Видя астеноскопия, парастернальная астеноскопия, видимая астеноскопия, видеотрокоскопия. Транспранхиальная и транспищеводная биопсийная лимфоузла и объемных оборудования, средствия под УЗИ-контролем. Наши данные 671, морфологическая верификация, рак легков 90%, другая патология 10%. Эффективность диагноза 92%, диагностическая ценность 92%, эффективность 94%. Биопсия шейных лимфоузлов и головая аспирационная биопсия, толстоигольная биопсия под УЗИ-контролем, открытая биопсия лимфоузла или его части. Транспранхиальная глава биопсии под контролем КТ. Наши данные всего 251, морфологическая верификация 91%, осложнение кровотечения 2, 0,85%. Эффективность транспранхиальной толстоигольной биопсии под КТ и УЗИ-контролем, литературные данные. Эффективность выполнения биопсии под КТ и УЗИ-навигации примерно одинакова, и эффективность биопсии при КТ несколько выше. Видеоместиноскопии. Чувствительность 90%, специфичность 90%, точность 96%. В 2013-2018 год выполнены наши данные. В 2018-65 операции. Морфологическая верификация диагноза с первого раза 94%. Видеоассистированная медицинальная лимфоденцемия. ВАМЛА. Этапы. Доступ, как и при рутинной медициноскопии. Выделение права главного бронхлевого на протяжении 2 см. Визуализация верхней половины, непарновенных диссекций выполняются подзоном. Повышает точность, возможность удалить максимальное количество лимфоузлов. Этап эндоскопической лимфоузлов средствения. Этап эндоскопической лобоктомии позволяет исключить микроинвазию. Парастернальный вид медициноскопии. Получение достаточного количества материала для морфологической верификации диагноза не позволяет визуально оценить распространённый процесс. Обычно доступ выполняется в втором межреберии, при необходимости выполняется редакция крючевого фрагмента ребра. В видеотракоскопической биопсии на образовании следствия. Точность метода 100%. Морфологическая верификация диагноза 100%. Позволяет выполнить биопсию в достаточном объёме, оценить распространённость процесса, выполнить удаление опухоли, эндоскопический выполнить конверсию и теракотомию и стеронтомию с последующим удалением опухоли. С применением в виде теракоскопии потеряли свою актуальность диагностика атеракотомия и диагностика стеронтомия. Хирургическое лечение на образование средоединения. Все локальные и местные распространённые на образование средоединения, исключение министинера и к лимфам. При лимфамах возможно хирургия для удаления остаточных образований после предъявления полихимиотерапии или лучевой терапии. Все на образование средостейни, гистологический диагноз, который не удалось уточнить, морфологическими методами диагностики началось ВДП-ПС плюс экспресс-исследование. Солидное на образование средостейни, синдром медицинальной компрессии, палеоактивной хирургии. Цели хирургического вмешательства – радикальное удаление, морфологическая верификация, это редукция оптимизации химиотерапии, декомпрессии органов средостейни. Методы хирургического лечения – Открытые операции, биотергоскопическое и роботосситированное мешальство. Принципы выбора операции. Объёма. Операции. Простое радикальное удаление. Показания. Кисты, неинвазивные, склонные к лимфогенному метацидированию. Расширенное радикальное удаление. Неинвазивные, злокачественные опухоли, склонные к лимфогенному метацидированию. Все образования ТИМУСа. Комбинированные радикальные инвазивные, злокачественные опухоли. Декомпрессия средостения. инозивной опухоли в высокочувствительной химии лучевой терапии и невозможность комбинированного радикального вмешательства. Доступ, шейный доступ, удаление неинвазивных обновлений верхнего отдела средостения. Всё чётко видно. Доступы переднебоковой или боковой турокотемии. Доступные зоны. Здесь всё видно на образование верхних и нижних отделов переднего и заднего средостения. Ну, справа показана неправильная картинка. Мы никогда не делали такую турокотемию. Она делается намного меньше. Доступы заднего турокотемии. Мы никогда ей не пользуемся. Мы пользуемся этим доступом только при заднем доступе, при верхушечном раке. Комбинированные доступы к средостению. Цервико-стерно-тонный, стерно-таракотонный, доступ на сооки, кламп-шелл. Комбинированные доступы к средостению используют для хирургического лечения вместо распространённых на образовании средостения. Доступы к сухофеидальные доступы к средостению, хирургии белочковой железы. Операции при инвазивных шепухолях средостения. На образование наиболее часто отдающие инвазивный рост и требующие исключительного лечения. Тимом и нейроген опухоли. Лёгкая перекат пищевого сосуда средостения, нервные стволы, диафрагма. Степень инвазии по массовой око. Первая стадия полностью инкапсулированная опухоль. Вторая стадия инфильтрации в пределах и работа в клетчатке. Третья стадия инфильтрации медицинальной плевры. Четвёртая стадия опухоль с инвазией плевры и перикады, опухоль с альпогенными метастазами и опухоль с гематогенными метастазами. Основа успешной хирургии инвазивных образований средостей. Квалификация хирурга. Объём операции предварительно определена на операционном этапе. По результатам обследования КТ и МРТ техническая оснащённость, в том числе иijina стеологической службы. Возможность привлечения специалистов смертных специальностей, кардиохирурги, вертебрологи, ортопеды. Инвазия опухоли средостей в перикард. Удаление опухоли средостей с редектой перикарды и замечанием диаперта мерселиновой сеткой. Удаление опухоли средостей в сочетании с верхней лобоктомией и резектой перикарда. Этапы удаления опухоли. Здесь всё видно. удаление опухоли средостения с резекцией стенки пищевода. Опухоль располагалась в заднем средостении, инвазия в стенку пищевода, инвазия в диафрагму. Особенности хирургии при инвазии опухоли в суде средостения. Плечеголовная вена может быть перевязана, верхняя половена требует пластики, аорта и ее ветви требует опластика, искусственное лакообращение, легочный стол требует опластика, искусственное лакообращение. Тангенциальная резекция левой плечеголовной вены. левая плечо-головная вена, шел на левой плечо-головной вене, инвазия опухоли в левую плечо-головную вену. Пациентка 49 лет. После проведения медикаментозной подготовки, компенсации состояния, выполнено хирургическое лечение в объеме стеронтомии, удаление на образование средостения тимома. Удаление опухоли средостения в среде, где стоит левая плечо-головная вена. Все четко видно. В просвете вены ведем зажим. Материал для пластики судов. Ценоперикард, подкорная вена, артериальный синтептический протез, теплоновый процесс. Удаление опухоли средостения с резекцией стенки верхней половой вены. Инвазия опухоли в верхнюю полую вену. И видна проведенная операция. Частота тромбоза протеза в верхней половой вене. Данные литературы. В последнее время вышла книга Пикин, Рябов, Колбанов, Степанов под редакцией Каприна. Они приводят, таким образом, средняя частота возникновения тромбоза в верхней половой вены будет в пределах 30-35. Вот данные ДРТВЛ и так далее. У ДРТВЛ-10, у остальных от 60 до 45. В условиях компенсированного коллатерального кровотока резекция верхней половой вены может быть выполнена без протезирования. Предоперационная оценка кровотока верхней половой вены, компьютерная томография с контрастным усилением, двусторонняя кавография, интероперационная оценка кровотока верхней половой вены. И это позволяет её просто перевязать. Удаление ангесаркомы, лёгочного ствола и правой лёгочной артерии с использованием искусственного кровотечения. Пациентка 57 лет, не анонсирована леевая саркома, операция полная продовольная стернатомия, птимоноктомия справа, пластика лёгочного ствола, ксеноперикардом. Первичная нерезиктабельная тимома после недевантной химии лучевого лечения, полная продовольная стернатомия, левая торакотомия, полная резекция опухоли, резекция протезирования дуги аорты с использованием искусственного кровотечения. Симультанные операции при образовании средостения. Основные принципы кардиохирургические этапы первой. Должны быть соблюдены все принципы таракальной хирургии и онкологии. Условия к выполнению симультанных операций. Наличие резиктабельного опухоли средостения. Ожидаемый риск смерти после кардиохирургической операции менее 4%. Алгоритм отбора пациентов с патологией средостения или лёгочной патологии на симультанной операции и резекциализация миокарда. Патология средостения с признаками кардиопатологии или возраст 60 лет. ЭКГ, коронарография, удаление набор средостения, ангипластика, открытая резекциализация, этапная операция и симультанная операция. Это стандарт. Верните, пожалуйста, с 2006 года. ЭК, мамарокоронарное шунтирование передней нисходящей артерии, аутовенозное ортокоронарное шунтирование задней нисходящей артерии, интермедиальные ветви, конец ЭК и струмоктомия. Операция ЭК, продезинерная метрального клапана, струмоктомия, верхняя лобоктомия слева. Пациентка 62 лет, к этому вот опухоли щитовидной железы, метральный клапан и лёгкая с опухолью. Операция при инвазивных образовании средостей, они наше результаты. Резекция лёгкого 16 пациентов, перикарда 7, левые плечи головной вены 4, резекция верхней половины 3, пищевода 3, резекция грудной стенки 2, лёгочного ствола 1 больной, резекция орты 1 больной. Всего 37%. Морфологическая принадлежность удалённых инвазивных образований средостей, наши данные. Опухолизнерной ткани 13, 35%, тимома 27%, лимфограломатоз после полихимиотерапии 13,5%, рак щитовидной железы 10,8%, загрудинно-располовный зоб 5%, лимфосаркома 5,4%, метастаз лимфосаркомы 2,7%. Хирургическое лечение неврином по типу песочных чувствов на оборудование средостей, распространяющиеся в спинномозговой канал. Швонома, нейрофибробластома, менингиома, парангелиобластома, гемангиома, лимфома. Дальше. Хирургическое лечение неврином по типу песочных чувствов конкретной хирургической тактики отсутствует. Это хирургия двух команд. Таракальные хирурги, нейрохирурги или хирурги-ортопеды. В зависимости от анатомии и опухоли, вмешательство может быть выполнено из одного доступа или из двух. Для выполнения таракального этапа может применяться в виде таракоскопии. Хирургическое лечение неврином по типу песочных чувствов хирургическое лечение в один этап. Доступ со стороны позвоночника, серединный разрез, протебуральный разрез, геменоламиноктомия, перевязка корешка, мобилизация интерканального фрагмента опухоли, дополнение разреза таракотомии или использование ВАЦ, мобилизация таракального компонента опухоли. Хирургическое лечение в два этапа. Первый этап – мобилизация позвоночника И через время второй этап – мобилизация таракального компонента. В нашей клинике мы предпочитаем выполнять такие операции в один этап – мобилизация интертаракального компонента, выполняем ВАЦ. Осложнение в хирургии опухолепотипа песочных часов. Интероперационное повреждение спинномозговых артерий вызывает тяжелое неврологическое расстройство, перфорация твердой мозговой оболочки, гематому, давление спинного мозга, развитие кифоскалиоза при плохой стабилизации. Важная часть операционного обследования пациентов с нейрогеном опухоли в виде песочных часов – это определение локализации артериадом девича. Эта артерия является самым крупным кровоснабжающим сосудом, который при операционном повреждении может привести к параличу. Обычно расположен он менеду уровнем Т8, Л2. Дальше. Гибридный комбинированный резекции – 18, вороз больных 21-68 лет, осложнение гематорокс, наглядение, элитарность – 0. Гибридная методика удаления таракальных гембридов. Первый этап – геминолекционная тетемия, клепирование и резекция корешка, мобилизация компонента опухоли проминального. Второй этап – без перекладки больного. Пропозиции при помощи ВАЗ-технология удаления самой опухоли. Дальше. Опухолепозвоночника с распространением в средостении. Больная 35-летняя гигантоклеточная опухоль позвонков с выраженным медицинальным пре- и паравертебральным и тракардиниальным компонентом. Операция костотранзоводоктомея, лимпоплиаминоктомея, выполнена из комбинированного доступа двумя абригадами – вертебрологи и таракальные хирурги. Ведет уракоскопическое удаление на образование средостения. Неинвазивная опухоль переднего средостения. Целемические кисты на образование из жировой ткани. Нерогенные новообразования, герминогенные опухоли без инвазии, вторичные опухоли средостения без инвазии – это этап удаления нейрогенных опухолей по типу песочных часов. Видеет уракоскопическое удаление кист средостения, кист перикарда, энтерогенных, бронхогенных кист. Распроводение хирурга и точки веения портов. Видно очень хорошо. Порты располагаются 1-й в 5-м межреберии по береге подмышленной линии, 2-й в 5-м межреберии по задней подмышленной линии, и 3-й во 2-м межреберии. Дальше. Кисты средосения. Наши данные с 2003-го, 421 человек. Морфологическая артеристика. Киста перикарда, интерогенная киста, бронхогенная киста, тиротомы, киста тимуса, нейрогенная саркома. Все хирургические операции выполнены в виде дуракоскопических. Гидракоскопическое удаление неназивных образований средосения. Здесь всё чётко видно дальше. Неназивное образование средосения. Наши данные. 374 человека. Морфологическая артеристика. Гипроблазия вилочковой железы, тимома, нейрогенные опухоли, эктопированный зоб на образование жировой ткани, рак тимуса. Хирургическая операция выполнена в виде дуракоскопической. Эндокринная хирургия, тимоктомия, тимоктомия как этап, лечение миостыния гравис. Показания наличия миостынии, наличия тимомы, наличия гипроблазии вилочковой железы, генерализация миостынии, отсутствие вот этих показателей. Обязательное условие. Пациентная операция должна быть стабилизирована. Подготовка может исключать внутривенное введение иммуногабулина, эффект через сутки, проживающийся в 1-2 недели. Или плазма ФРС, эффект через сутки, проживающийся в 1-2 недели. Подготовку пациента, числяя за невролог, который определяет готовность пациента к хирургическому лечению. Дальше. Эндокринная хирургия, тимоктомия, тимоктомия как этап, лечение миостыния гравис. В нашей клинике при лечении миостыния гравис мы отдаем предпочтение в адс-технологии. Дальше. Эндокринная хирургия, тимоктомия Наши данные 49 человек, мужчин 10, женщин 39 Средний возраст Терантомия 3 операции ВТС 47 операции Роботическая хирургия При опухоле средостения С 27-го, что первая операция На органах грудной клетки С использованием Довинчи В нашей больнице Наши данные всего Морфологическая характеристика 15 операций Тимома Средний возраст, пациент 52 года Ослабление 0, летальность 0 Синдром медицинальной компрессии Компрессия дыхательных путей Компрессия судов средостения Синдром с давлением в верхней половине Рак лёгкого 86%, другие опухоли 2% Дальше Это трахеальное стентирование В лечении синдрома компрессии дыхательных путей Ригидная броноскопия и стентирование трахеи Нитиноловый стен в трахее Используется с полиативной целью Может использоваться как этап подготовки К основному мешательству Эндоваскулярный метод для лечения Синдрома медицинальной компрессии Синдром с давлением в верхней половине Рентгенно-эндоваскулярное стентирование Дальше Лечение синдромом медицинальной компрессии Компрессии дыхательных путей После удаления на образование После удаления на образование Удаление опухоли приводит к снятию компрессии На дыхательные пути Хирургическое лечение Синдром медицинальной компрессии Синдром удаления верхней половины С давлением в верхней половине Достигнута декомпрессия верхней половины Достигнута декомпрессия верхней половины Безанхимальная тератобластома Дальше Хирургическое лечение Синдром медицинальной компрессии Синдром с давлением верхней половины Радикальные операции Резекция верхней половины С наложением обходного на стомоза Аутовенозного С на стомозом конец в конец С обмечением дефекта Атромбоктомия Удаление опухолевых и опухолевых образований Средостение радикальной декомпрессии Палиативная операция Декомпрессионная операция Прямая декомпрессия Венолиния с резекцией опухоли Декомпрессия на расстоянии Обходные на стомозу Аутовенозный трансплантат С использованием трансплантатов Вопрос о применении хирургического метода Вреждение синдрома с давлением верхней полой вены вызывает наибольшее количество споров. Дальше. Хирургическое лечение синдрома медицинальной компрессии, синдром давления верхней полой вены. Резекция верхней полой вены с протезированным сосудистым протезом. Шунт между правой плечи головной вены и ушком правого предсердия. Экстратаракальное шунтирование. И заведомо выполняется с высоким риском террористстранения онкологического процесса. Травматичность операции и пережатие верхней полой вены ведет к повышению и без того высокого венозного давления. Разрушение путей коллатерального оттока крови. Высокий риск хромбоза, шунта из-за прогрессирования злокачественного процесса. Тридцебрадность дискутабельна. Дальше. Хирургия средостения. Это хирургия крупных многопрофильных стационаров. В основе правильного подхода к лечению должна лежать морфологическая диагностика опухоли. Солненные опухоли не являются абсолютным противопоказанием хирургии. Резиктабельность определяется индивидуально на основе предоперационного обследования. Для неинвазивных на образовании средостения с золотым стандартом являются видеоэндоскопические методы хирургии. Видеоторкоскопия роботосистированной операции. Благодарю за внимание. Продолжение следует...